Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Делимся опытом. В Анапе может появиться краевой кластер для продвижения новых туристических маршрутов. Куда делись деревья с набережной? Новые подробности вчерашнего происшествия в нашем расследовании. Благоухающее великолепие. 117 тысяч цветов, уже знакомых горожанам и экзотических, украсит Анапу в предстоящем летнем сезоне. На пляжах Анапы и солнечной ванны гости нашего города принимают с первомайских праздников. Какие условия создают арендаторы пляжей для отдыхающих? Поддерживают ли порядок на доверенных им территориях? Что за оборудование выставляют на песчаные пляжи у моря? Такие вопросы интересовали главу города Сергея Сергеева во время осмотра песчаной прибрежной полосы. Море сейчас особенно чистое и красивое. Тем отчетливее, на золотых песках прибрежной полосы бросаются в глаза мусор, устаревшие конструкции. Хотя заметна активная работа по наведению порядка. На отдельных пляжах уже все готово к приему гостей. И в такие уютные места с удовольствием идут любители раннего загара. А вот дол Зори Анапы только монтируют кривые и ржавые навесы с такими же убогими лавочками, давно проржавевшими за годы нещадной эксплуатации. Глава города требует от своих подчиненных принятия немедленных решений по отстранению таких владельцев пляжей от их эксплуатации. Вот это что такое? Я уже остался. Вот это что такое? Убирайте. Вот пляж. Я еще раз говорю. Убирайте. Вот они сейчас монтируют. Вот это что такое? Посмотрите, что это за позор, а? Зима прошла, неужели за зиму на базе им предоставлено? Нет? Право предоставлено? Да, я не сказал. Значит, расторгаем как пример договор и сразу принимаем заявки от любых. Любой, кто приедет и наведет здесь порядок или придет, будет пользоваться. А посмотрим, чем он будет пользоваться этим. Это что ж такое, а? Уже все мы, современные люди, не раз побывали в самых разных уголках мира и видели и пляжи чистые, и их оборудование. И она подемонстрирует каждый год, как арендаторы пляжных территорий готовятся к сезону с любовью и уважительным отношением к отдыхающим. Но вот маленький магазинчик на Пионерском проспекте. Пример совсем другого отношения к делу. Мусор тут словно на выставке, хоть и в мешках. Нет и договора на вывоз мусора. Если еще раз, вот я буду через 20 минут ехать и увижу здесь мусор, вот этого кафе не будет. А потом посмотрим, будет ли этот ларек здесь. До начала совещания по подготовке к курортному сезону остается несколько дней. Глава города-курорта Сергей Сергеев требует от своих подчиненных с его трибуны назвать именно самых нерадивых и тех, кто по-настоящему ответственно и с любовью к городу готовится встретить отдыхающих. Приближение лета чувствуется во всем, и в воздухе витают сказочные ароматы. Она поготовится встретить курортный сезон во всем великолепии. Коммунальные службы города продолжают украшать цветами улицы курорта. Об этом подробнее нашему телеканалу рассказала ландшафтный дизайнер Зеленстроя. В рамках муниципального контракта ЗАО «Зеленстрой» проводит работы по посадке однолетних цветочных культур. По всему городу в клумбы будут высажены более 117 тысяч различных цветов. Помимо уже известных петуний, бархатцев, мы высадим также экзотические колеусы, катарантусы, бальзамины. Также будут представлены агератумы, сальвии, кохию в этом году решили посадить на клумбы. В общем, цветочное оформление будет очень разнообразным. Делаем все возможное, чтобы удивить и гостей, и анапчан. Депутаты Законодательного собрания, недавно побывавшие на новых объектах агротуризма Анапы, дали им высокую оценку и предложили организовать на базе анапских виноделин краевой кластер для обмен опытом и продвижения новых туристических маршрутов. Депутаты Законодательного собрания края предложили сделать три анапских объекта туристического показа объектами краевого значения. Здесь действительно все на таком уровне, что не стыдно показать гостям. Владимирская усадьба, кантина и подворье Старого Грека успешно потягаются с итальянскими и французскими винодельнями. Оценить новые маршруты Управление сельского хозяйства администрации города-курорта пригласило анапских туроператоров. Очень приятно вот в таких маршрутах для нас то, что когда туристы будут приезжать, есть любители вина. Есть те, кому все равно, а вот любители вина, им есть что показать. Мне кажется, что в этом есть преимущество наше в данный момент, чтобы показать людям, что просто сладкое, непонятно какое вино, это не знак качества. То есть хочется привить им любовь к вину, показать им виноград, как оно выращивается, как оно производится, полный цикл и вот в этом преимущество. Мы заключим в этом году договоры на обслуживание и прорекламируем их усилия, которые вызывают всяческое уважение. Я думаю, что если ценовая политика, которую предложат нам хозяева этих винодельческих усадеб, устроит гостей курорта, это привлечет их внимание. Мы все патриоты своей малой родины, как мы говорим, поэтому Анапа для нас это малая родина. И я хочу сказать, что все три фирмы достойны того, чтобы развивать этот агротуризм в нашем районе, и мы с удовольствием будем помогать им в том, чтобы это сделать. Мы будем продвигать агротуризм, и мы обязаны это делать для того, чтобы развивать наш край, показывать то, что у нас в крае есть. Я думаю, что мы будем сюда водить туристов. В Гостогаевской завершается ремонт участка улицы Восточной. Уже завтра подрядчик обещает перейти на следующий объект. В администрацию города-курорта говорят, что в этом году особое внимание уделено ремонту дорог в сельских населенных пунктах. На некоторых участках дорожное покрытие не обновлялось с советских времен. Это участок улицы Восточной, станица Гостогаевская. Для того, чтобы уложить около полукилометра нового покрытия, фактически с нуля, бригаде с одним асфальтоукладчиком необходимо примерно два дня. Здесь 490 метров участок дороги. Это улица Восточная от улицы Советской до улицы, набережная улицы, Раздольная и улица Восточная. Ширина проезжей части 4 метра. Два слоя покрытия. Нижний слой покрытия из расчета где-то 6 сантиметров. И верхний слой покрытия 4 сантиметра. Если бы видели, что было здесь изначально, оно было, конечно, здесь ужасно. Так выглядит сегодня один из участков улицы Комсомольской, там же в Гостогаевской. Туда в ближайшие дни перебросят бригаду Владимира Пименова. Также запланированы работы на улицах Раздольная и Западная. А это готовый участок улицы Пирогова. Здесь работу завершили на днях. Осталось отсыпать щебнем кромку, чтобы ее не повредили машины. Общая протяженность нового покрытия в Гостогаевской составит около полутора километров. Администрации города-курорта говорят, что в текущем году особое внимание уделяется ремонту дорог именно в сельских населенных пунктах. Ожидаемая протяженность отремонтированных участков улично-дорожной сети составит более 10 километров. В перечень объектов улично-дорожной сети включены улицы и дороги только сельских населенных пунктов муниципального образования. 10 сельских округов и хутора Чембурка. Среди которых такие социально значимые, как подъезд к хутору Усатого Балка, организация дублирующего объезда улицы Мира в Станице Анапской, устройство тротуаров в Виноградном сельском округе, ремонт асфальтобетонного подъезда к фельдшерско-акушерскому пункту хутора Рассвет, укладка асфальтобетонного покрытия на части главной улицы поселка Пятихавки. Дорожники говорят, что такое покрытие прослужит около 10 лет, а может и больше, при условии, что будут соблюдаться условия эксплуатации. Необходимо обеспечить отвод воды, своевременно чистить налет и снег. Кроме того, такая сельская улица не рассчитана на постоянный проезд большегрузного транспорта. Для полного застывания битума необходимо около суток. Легковому автомобилю можно ехать даже по свежеуложенному покрытию, правда без резких маневров. Хотя дорожники рекомендуют делать так, только если есть острая необходимость. В остальных случаях с большим пониманием относиться к знакам, предупреждающим о дорожных работах. Как бороться с комкой и какие меры необходимо предпринимать для спасения Благовещенской косы. Эти темы в том числе сегодня обсуждали на стартовавшей в Анапе второй конференции Общества Всероссийского спасания на водах. Участие в ней приняли представители из 50 регионов России. Следующий 2017 объявлен годом экологии. Основная цель, которую ставили перед собой организаторы, поделиться проблемами в этом направлении и коллегиально выработать алгоритм их решения. Будем вырабатывать документ, который в свете требований указа позволит общественным организациям включиться активно именно в эту деятельность по безопасности в целом экологического состояния нашей Родины, нашей России. Мы обязательно выработаем документ. В первую очередь мы доложим данный документ на уровне Думы Государственной, Совета Федерации, так как мы запланировали там проведение круглого стола. Доложим в администрацию президента, так как мы, когда вышел указ, сразу обратились в администрацию, что мы готовы принять участие. И нам разрешила администрация президента принять участие именно в этой работе. А на будущее, думаю, что будем решать вопрос с Государственной Думой и Совета Федерации о выработке какого-то или законодательного акта, или правового акта в целом не только для общественных организаций, а в целом для всех структур по экологической безопасности. Кроме этого, председатель Всероссийского общества спасания на водах Петр Нелезин особо отметил работу анапских школьников по сохранению экологии в Анапе. Самым активным участникам были вручены почетные грамоты. Стали известны подробности инцидента, который произошел вчера на набережной. Напомню, в сквере у Маяка, где расположены уличные тренажеры, во время субботника были высажены сосны и туи. Вчера утром деревья в сквере не оказалось. Они исчезли в неизвестном направлении. На место происшествия вызвали полицию. По предварительным подсчетам, ущерб составил порядка 80 тысяч рублей. Возмущенные жители Анапы выступили с требованием к полиции найти и наказать виновных. Вандализм. Самый настоящий вандализм. За это надо наказывать. Потому что одни стараются украшать город, любят свой город, сделать его прекрасным стараются. А кто-то ради денег, ради наживы идет на такие поступки. И хотелось бы, конечно, чтобы нашли виновных и были наказаны. Чтобы другим неполадно было, чтобы не портили весь общий вид города. В Анапу мы приезжаем ежегодно, отдыхаем здесь в санатории, лечим ребятишек. Они у меня болеют. Приходим на набережную, в парк рядом с санаторием, маяк, который расположен. Здесь находится оздоровительная детская площадка, тренажеры, зеленая зона. Очень он важен для нас тем, что чистый воздух. Были возмущены тем, что произошло сегодня ночью, что выкопали люди, незнакомые, какие-то деревья. Надеюсь, что их найдут и накажут. Как оказалось, последствия земля, на которой были высажены деревья, находятся в аренде. В неофициальной беседе предприниматели признали, что сами выкопали сосны. Но, по их словам, что будем пересадить в более подходящее место. Так это или нет, предстоит разобраться с сотрудниками правоохранительных органов. И, как нам стало известно только что, на этом участке снова высаживают деревья. Наш телеканал готов предоставить участникам событий в сквере возможность озвучить свою версию. Мы будем следить за развитием событий. И к другим темам. Окунуться в мир прекрасного и полюбоваться выступлениями юных анапчан смогут в ближайшие дни все желающие. Воспитанники детских школ искусства и музыкальных школ города представляют на концертных площадках курорта традиционные отчетные концерты. 21 мая в 17 часов на сцене Центра культуры Родина состоится концерт учащихся детской школы искусств номер 4. 22 мая в 11 часов в городском театре концертную программу представят воспитанники детской музыкальной школы номер 1. В этот же день в 14 часов в Центре культуры Родина выступят участники клуба «Дорога добра». А в ДК Силовитезева в 11 часов своим творчеством всех желающих порадуют ученики детской музыкальной школы номер 2. 24 и 25 мая в 17.30 в детской музыкальной школе номер 1 пройдут отчетные концерты фортепианного отделения и народных инструментов. С подробным планом отчетных концертов на ближайшие дни вы можете ознакомиться на нашем сайте. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова